МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами программа «Именины». Что такое именины? Это день памяти святого, в честь которого назван человек. В день своих именин нужно сходить в храм, принести благодарение Богу и помолиться своему святому. Помолиться можно своими словами, главное, чтобы они были сказаны искренне, от души. А еще лучше на именины причаститься святых христовых тайн. Но почитание своего небесного покровителя состоит не только в молитве ему, а главное в подражании его подвигу, его вере. Сегодня мы поговорим о преподобном Сесое. С самого младенчества, полюбив всем сердцем и душой Бога, преподобный Сесой взял на себя обеты и с усердием последовал за Христом. В пустынях египетских он подвязался в пещерах, смиряя свою плоть подвигами поста. Святой проводил жизнь равноангельскую, побеждая молитвою армады невидимых врагов. Местом его подвигов была пустынная гора, в которой подвязался преподобный Антоний Великий. Об этом угоднике Божием мы с вами уже говорили в одной из наших недавних программ. Сам блаженный Сесой был подражателем жития этого удивительного и великого старца. За свое смиренно-мудрие он получил такую благодать от Бога, что даже воскрешал мертвых. Один простой человек отправился к Ави Сесою за благословением, взяв с собой сына, отрока совсем еще юных лет. Но в дороге случилась большая беда. Мальчик сильно заболел и вскоре умер. Однако его отец имел большую веру во Господа нашего, и произошедшее его совсем не смутило, и он с надеждой понес мертвеца к старцу. Войдя в келью преподобного, Мирянин сам упал к его ногам и положил рядом своего умершего сына, как будто тот и спрашивал у него благословения и молитвы. После того, как старец совершил молитву и преподал благословения, отец вышел из кельи Сесоя, оставив ребенка, лежащего мертвым у ног Авы. Старец не заметил, что мальчик мертв, и преподал ему благословения, сказав, встань, дитя, и уходи отсюда. Мертвец немедленно воскрес и вышел вслед за отцом. Когда человек увидел своего сына живым, он поспешил возвратиться с ним к старцу, дабы воздать благодарность. Старец, осознав, что воскресил мертвого, сильно опечалился, потому как совсем не хотел славы для себя. Этого богодухновенного отца братья однажды спросило о том, сколько требуется времени, чтобы бог принял покаяние. Старец сказал, я верую в милосердие человека любца бога, и если человек покается всею душою, то бог примет его покаяние в течение трех дней. В другой раз один брат снова спросил Авву, как поступить мне, отче, так как я впал в грех. Исправься, чадо, ответил он. Но я после исправления снова пала, отвечал брат. Снова исправься, сказал старец. До каких же пор, спросил брат, будет продолжаться мое падение и восстание? Пока не наступит твой конец и застанет тебя или в добре, или во зле. Поэтому должно всегда пребывать в исправлении, дабы в нем же и застала кончина. Был у сего преподобного отца ученик. По силе вражьего коварства, в числе прочих искушений, у него появилось желание священнического сана. Во сне ему явились бесы в образе священноначалия, посвятившие его в епископа. Пробудившись, он начал упрашивать старца, чтобы тот приказал ему идти в город к архиерею и принять рукоположение в сан. Но преподобный Сесой не дал своего благословения. Огорчившись постоянными поучениями, наставлениями, непослушный ученик тайно бежал от него и удалился к родственникам в Александрию, где собирался получить пресвитерский сан. Когда инок шел по дороге, встретился ему в образе очень высокого человека бес. Он был нак и черен с отвратительным лицом. Имея звериное подобие, он в то же время был похож и на мужчину, и на женщину. Распространяя смрад, бес кинулся на шею инока и стал его завлекать собою. Несчастный ограждал себя крестным знамением и вырывался из рук его, но бес говорил ему, «Зачем ты убегаешь от меня? Знай, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания». Будучи не в состоянии переносить такое бесстыдство, Аполос возвел очи на небо и громким голосом возопил, «Боже, молитвами отца моего Сесоя, помоги мне и избавь меня от сей напасти». «Я хотел сделать тебя, сказал бес священникам и епископам, но молитва Сесоя отгоняет меня от тебя». С этими словами бес стал невидим. Объятый сильным страхом, Аполос возвратился к старцу и, припав к его ногам, исповедал пред ним все произошедшее и просил прощения. Он рассказал также братьям, какие страдания претерпел от обольщения дьявольского и как помогли ему молитвы преподобного отца Сесоя. «Поистине молитва его была сильна. Она и от другого ученика старца по имени Авраама отогнала мучившего его нечистого духа. Все бесы бежали от него, не смея приблизиться к храброму и непобедимому воину Христову». Преподобный Сесой прожил в пустыне 60 лет. Когда он уже был при смерти, причем в это время рядом с ним находилось братья, просветилось лицо его как свет, и он сказал «Вот пришел Ава Антоний». Затем, немного помолчав, снова сказал «Вот пришел лик пророков». И снова он просиял еще более и обратился к братьям «Вот пришел лик апостолов». И снова он сказал инокам «А это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, дабы они оставили меня на короткое время, чтобы я мог покаяться». «Тебе нет нужды в покаянии отче», — сказал ему братья, ибо они знали, что он совершенен добродетелем. Закончив такой блаженной кончинную временную жизнь, преподобный Сесой переселился в жизнь бесконечную. «Побеждающий да облечется в белой одежде, и не сглажу имя его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его». Книга Откровения, глава 2, стих 5. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok